Первая партия вакцины из Китая и второй этап вакцинации. Много скептиков. Скандал из-за российской вакцины в Словакии, День воли в Беларуси и красота турнира по акробатике. Вы смотрите новости в студии Светланы Леонтьева. Здравствуйте. Первую партию вакцины против COVID-19, CoronaVac, производство китайской компании Sinavac BioTech, доставили в Украину. В международном аэропорту Борисполь, где встречали груз, есть и наша журналистка Влада Цуркан. Она сейчас на прямой связи со студией и готова рассказать подробности. Влада, так сколько доз привезли сегодня и чем китайская вакцина принципиально отличается от препарата индийского производства? Светлана Замэй, спиной самолет, который доставил в Украину 215 тысяч доз вакцины CoronaVac. Это первая партия, разработанная китайской компанией Sinavac BioTech. Китайская вакцина CoronaVac закуплена за государственные средства. Минздрав заплатил компании миллиард гривен за получение двух миллион доз вакцин. Для украинцев она будет совершенно бесплатной, однако перед началом вакцинации вакцина обязана пройти лабораторное исследование, которое продлится до 10 дней. Давайте послушаем подробнее. Они должны пройти еще после того, как они привезут, там должны пройти еще, согласно нашего законодательства, так называемый лабораторный контроль. Мы достаточно быстро его проведем, проводит его, соответственно, наша Держлікслужба разом с ДЕЦ. Я думаю, что мы очень быстро его проведем, ну, там, до 10 дней. Коронавак – это иноактивированная вакцина, которая работает, используя убитые частицы коронавируса, чтобы подвергнуть иммунную систему организма вирусу, не рискуя при этом здоровье человека и также не будет воздействовать, скажем так, серьезное заболевание. Препарат прошел все этапы клинических исследований, МЧП подтвердил свою действенность и безопасность. Один из основных преимуществ данной вакцины является то, что она хранится при температуре от плюс 2 до плюс 8 градусов Цельсия. И также уже известно, что вакцину эту распределят среди маломобильных групп населения. Уже составлены списки и оповещены те, кто должен ее получить. Вторую партию вакцины Коронавак ожидают уже в апреле. Приблизительно должны доставить около полумиллиона доз. Студия. Спасибо, коллега. Это была наша Влада Цуркан из аэропорта Борисполь, куда доставили первую партию вакцины из Китая Коронавак. Ни один человек еще не умер от антиковидной вакцины в Украине. В этом заверил министр здравоохранения Максим Степанов. Тем не менее, по данным социсследований, желающих прививаться в стране ровно столько же, сколько и противников иммунизации. Подробнее Малика Олега расскажет. 155 587 украинцев уже привились от COVID-19 вакцины и экстразены как овишил. И только несколько сотен из них чувствовали проявление легких побочных эффектов, утверждают в Министерстве здравоохранения. Глава Минздрава Максим Степанов также напомнил, что вакцинация в Украине добровольная, поэтому никого из медиков из-за отказа прививаться не уволят. Я не позволю каким-то образом оскорблять наших врачей и всех медицинских работников. Есть отказы из-за того, что большое количество медработников переболело COVID-19. Пока они имеют высокий титр антител, но хотят вакцинироваться позже. У нас добровольная вакцинация. Согласно социсследованию группы «Рейтинг», украинцы почти поровну разделились на скептиков и сторонников вакцинации от COVID-19. Так, 47% украинцев готовы прививаться от коронавируса бесплатно. А вот главной причиной отказа от иммунизации социологи называют недоверие к вакцине. А завтра моя очередь подходить. От и думаю, вакцинуватись чи ні. Бо таки, трапилося такий случай, що померла жінка, то ли від вакцинування, то ли від сердечно-сосудистих. Хто його знає? Буду вакцинуватись, значит, треба буде. Будемо вакцинуватися. Нормально ставлюся, я записана. Хотелось бы просто больше информации о том, что за вакцина, побочные действия. Пока думаю. Пока да. Не готовы. Ну, хотя до этого все прививки, как у нас и у ребёнка, у нас есть. До обеда свою дозу вакцины Ковишил получил первый президент независимой Украины, председатель украинской делегации трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук. Я верю, что всё будет хорошо. Я буду чувствовать себя так же, как и чувствую сейчас. Потому что ни внешних, ни внутренних каких-то причин беспокоиться у меня нет. Параллельно со вторым этапом вакцинации продолжается первый. Более двух сотен нацгвардейц в воинской части 3028 в Виннице вакцинировались от коронавируса. Из бойцов на ухудшение самочувствия никто не жаловался. Отмечали разве что повышение температуры. В Харькове сегодня полностью завершили вакцинацию выделенными дозами вакцины. На старте их получили почти 7 тысяч. Виталий Должко получил одну из последних доз. За последние сутки от коронавируса привились 18,5 тысяч украинцев. Влада Цурка, Новости Украины. В красной зоне оказались еще две области – Черкасска и Николаевская. За прошедшие сутки Украина поставила новый антирекорд. Заболели без малого 17 тысяч человек. 362 украинцы не смогли побороть болезнь. О борьбе с коронавирусом и перспективах общенационального локдауна. Артем Голуб. Масочный режим даже на улице. В красных зонах правительство запретило появляться без маски, если сохранить с другими социальную дистанцию невозможно. Мы всегда одеваем маски, а вот на поветри уже выходишь, на расстоянии, где нет людей. Вы можете снимать эту маску, ну куда заходите и кучки-кучки людей, то тогда надо одевать, конечно. В красной зоне должна быть остановлена работа общественного транспорта. Однако местные власти могут сами решать, нужно это делать или нет. В Киеве транспорт работает. В нем должно быть занято не более 50% мест. Водителям приходится просить пассажиров выходить из транспорта. На остановках скапливаются большие очереди. Некоторые недовольные блокируют движение. А во Львове патрульная полиция проводит рейды, проверяет соблюдение карантинных правил в транспорте. Говорят, штрафовать будут только тех, кто категорически откажется надевать маску. «Красная зона» также предусматривает закрытие торговых центров, заведений культуры и общественного питания. В Кабмине уверяют, что те, чьи бизнес пострадают, могут рассчитывать на одноразовую выплату 8 тысяч гривен. В Красной зоне, кроме столицы, 8 областей. Сегодня к этому списку добавилась Николаевская и Черкасская области. Больницы переполнены тяжелыми пациентами. Вводить общенациональный локдаун пока не собираются, сообщил председатель Верховной Ради Украины Дмитрий Разумков. В Минздраве уточнили, жесткий карантин во всей стране возможен только в том случае, если две трети областей окажутся в Красной зоне эпидопасности. Артем Гоупель, Якрепак, Новости Украины. Правительственный кризис в Словакии из-за российского препарата «Спутник Ви». Индия ограничивает экспорт вакцины собственного производства, а в Польше рекордный показатель заражений коронавирусом за сутки. Мои коллеги с обзором событий. Индия приостанавливает экспорт вакцин от коронавируса Ковишилды, которую местный институт сыворотки производит по лицензии Астрозанека. В стране новый всплеск заболеваемости и власть решила расширить компанию по вакцинации своего населения. При этом СМИ с ссылкой на источники в индийском правительстве сообщают, что экспорт будет приостановлен, пока ситуация в стране не стабилизируется. Также запрет на экспорт коснется и препаратов, которые индийский производитель должен был поставить в рамках инициативы Ковакс. На фоне антирекорда заражений усиливает карантин Польша. Только за прошедшие сутки коронавирусом в стране заразились больше 34 тысяч человек. В дополнение к национальному локдауну, который действует с 20 марта, будут также закрыты ДЦД и Ясли, парикмахерские салоны красоты. Компаниям рекомендуется перевести сотрудников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно. Такая же рекомендация дана и госучреждениям. Ограничения вступят в силу 27 марта. Польша столкнулась с самой сложной ситуацией с момента начала пандемии 13 месяцев тому назад. Будем говорить прямо и открыто. Мы приближаемся к лимиту, превысив который наша медицинская система может не справиться. Мы в шаге от точки невозврата, после которой службы здравоохранения не смогут должным образом лечить пациентов, наших граждан. Мы должны сделать все, чтобы избежать такого сценария. Российский препарат «Спутник Ви» привел к распаду правящей коалиции и правительственному кризису в Словакии. Сегодня президент страны Зузана Чапутова приняла отставку еще двух министров. Ранее две партии заявили о выходе из коалиции в связи с решением премьера страны Игоря Матовича закупить 2 миллиона дозы российского препарата. На прошлой неделе подали в отставку министра экономики и юстиции, а 25 марта главы МИД и Минобразования Словакии. Все они требуют отставки премьер-министра. Вадим Крамер, новости Украины. Подготовка к деокупации Донбасса – одна из стратегических задач, которые остаются актуальными для службы безопасности Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении по случаю 29-й годовщины создания СБУ. Глава государства поблагодарил сотрудников и ветеранов спецслужбы за их нелегкую работу и достойный ответ на угрозы и в мирных городах, и на линии соприкосновения, и на неподконтрольных территориях. Серед ваших перемог я хочу подкреслити ті, де вы несправедливо могли залишитись для громадян Украины поза кадром. Я хочу відзначити високу заслугу Службы безопасности Украины у сбори та подготовки материалов для остальных решений РНБУ. Без вашей работы довгоочекована для украинцев «Відновлення справедливости» было б неможливо. Дизельным топливом, которое производит завод жены народного депутата от АПЗЖ Виктора Медведчука Оксаны Марченко, заправляют российские танки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ. Сегодня Служба безопасности Украины провела обыски в офисах общественного движения, лидером которого является Медведчук. Больше об этом в материале Светланы Сыч. В Киеве в этом здании находится общественная организация «Украинский выбор». Сюда с обыском пришли сотрудники Службы безопасности Украины. По информации украинских спецслужб, члены украинского выбора в 2014-м содействовали оккупации Крыма Россией. В частности, занимались организацией псевдореферендума и совместно с так называемой самообороной Крыма совершали другие преступления на полуострове. Криминальное проведение касается проведения незаконного референдума в 2014 году на территории Республики Крыма и Севастополя, участь в которой активно принимала и организация «Украинский выбор», представники якої и под час окупации Крыма, и после окупации Крыма активно співпрацювали и с окупационной владой, и под час безпосереднього референдума они занимались, как представники разных формуваний при окупационной владе, занимались как организацией референдума, подготовкой до него, так безпосередньо принимали участь и в якости спостерегачей, в якости членов разных дельничных выборчих комиссий. По мнению экспертов, основание для таких обысков есть. «Украинский выбор» занимался пророссийской деятельностью, а его лидер Виктор Медведчук и вовсе попал под санкции Совета НАС-безопасности. Некоторые люди, которые были лицами этой организации, они сейчас прибывают, например, на территории Российской Федерации и занимаются достаточно активно там откровенно пропагандистской деятельностью, которая направлена против Украины. Поэтому тут для службы безопасности важно, наверное, установить очень простую цепочку. Принимали и знали ли центральный офис организации «Украинский выбор» о том, что происходило в Крыму с ячейками этой организации и насколько они координировали ту деятельность по поводу организации этой аннексии, организации каких-то там пророссийских митингов. Ранее провели обыски и на Закарпатье. СБУ проверяет законность действий жены Медведчука, Ксаны Марченко. По версии следствия, ее компания через компанию-прокладку «Инвестиционная компания Терраинвест» незаконно приватизировала участок земли в Закарпатской области. На самом деле это очень простая история. Если против Медведчука и его супруги, кстати, введены какие-то санкции, ну логично, что их будут проверять, какими компаниями не владеют, были ли какие-то нарушения при деятельности этих компаний. Ну а там на Закарпатье, это же очень длинная история по поводу приватизации или прихватизации, как говорят, гектаров просто земли, которую по закону, даже на тот период, когда это происходило, приватизировать было невозможно. По той простой причине, что это леса. В феврале Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список за финансирование терроризма. Светлана Сыч, Новости Украины. Столичный суд подтвердил заочный арест Виктора Януковича в деле о захвате власти. По данным следствия, в 2010 году Янукович, будучи президентом, незаконно превысил объем своих полномочий. В мае прошлого года Печерский райсуд Киева избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей без права на внесение залога. Сегодняшнее решение суда даст возможность начать процедуру экстрадиции Виктора Януковича из России. И шансы очень мизерные, ввиду того, что в России пока еще не поменялась действующая власть. И уже были соответствующие прецеденты, когда Украина обращалась с соответствующими ходатайцами по международной правовой помощи в Российскую Федерацию, чтобы добиться экстрадиции Виктора Януковича. Но российская генпрокуратура в официальном порядке отказывала выдачи Януковича. Поэтому на данном этапе и в данных обстоятельствах, пока в России не поменялась действующая власть, эти шансы очень минимальны. Но в любом случае Украина должна законным способом направлять такие ходатайства, чтобы не возникало никаких нюансов и в дальнейшем. День воли в Беларуси. 103 года назад, 25 марта, была провозглашена независимость Белорусской Народной Республики. Просуществовала она меньше года, однако стала своего рода заявкой на самоидентичность. Официальные власти этот день не признают, а белорусы выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами. Подробности в репортаже моих коллег. День воли белорусы по всему миру отмечают акциями на улицах городов. В самой стране с утра граждане начали вывешивать на окнах бело-красно-белые флаги и выходить с ними на улицы. В столице на дорогах сигналят автомобили. Менчане в разных районах города запускают в небо белые и красные шарики. Акции не остались без внимания силовиков. О массовых задержаниях пока не сообщают. Однако участников задерживают поодиночке, сообщают очевидцы. Мы незалежные под кераунистом Червоной Москвы. Тем временем акции продолжаются. По всей Беларуси люди выходят на улицы с бело-красно-белыми флагами и требованиями демократического будущего для своей страны. Живее, Беларусь! Живее! Живее, Беларусь! Живее! Вадим Крамар, Новости Украины. Президент США Джо Байден проводит свою первую с момента инаугурации пресс-конференцию. Хотя Джо Байден периодически отвечал на вопросы журналистов, но полноценной встречи с момента вступления в должность с медийщиками не было. Примечательно, что встреча состоялась на 65-й день президентства Байдена. Его предшественники собирали первые пресс-конференции преимущественно в течение месяца с начала каденции. Спортивная жизнь в красной зоне. Из-за карантина большинство мероприятий отменены, закрыты даже спортивные залы. Однако под запрет не подпадают состязания, которые включены в единый календарный план Министерства молодежи и спорта. Проводят их с жесткими санитарными ограничениями. На турнире по акробатике «Мемориал Константина Венгеля» побывал наш Олег Шумейко. Трибуны без зрителей, обязательный температурный контроль и масочный режим, а также ограничено количество участников. Если раньше соревнования по прыжкам на акробатической дорожке собирались выше 300 спортсменов, теперь их в 5-6 раз меньше. К новым вызовам прыгуны уже привыкли. Готовиться и побеждать стало сложнее, но трудности только закаляют. На самом деле подготовка проходит удачно, но вот этот вот эффект неожиданности, когда ты не знаешь, будешь ты тренироваться или нет, он, конечно, немного напрягает. Наставники признаются, готовить спортсмена в условиях неопределенности непросто. Упор делается на поддержание уровня, а чтобы усложнять элементы, необходимы полноценные тренировки. Сложнее добавить сложности, то есть как бы то, что они прыгали, они продолжают прыгать, а уже что-то усовершенствовать, чтобы были сложнее прыжки, сложнее, потому что тренировки меньше, то есть залы там тоже закрывают, то есть сейчас вот соревнования пройдут и опять мы закроемся и будем ждать. На турнире по прыжкам на акробатической дорожке мемориал Константина Венгеля лучшие результаты у харьковских спортсменов. Но на пьедестал поднимались также представители Луганской, Запорожской областей и Киева. Я довольна очень сильно, потому что благодаря моему тренеру, моей дружной команде я победила на этих соревнованиях. Во время карантина у меня не пропадала какая-то мотивация благодаря также моей команде и моему тренеру. Турнир в Киеве стал генеральной репетицией перед чемпионатом Украины, который в начале апреля должен состояться в Венеце. Олег Шумейко, Юрий Шульга, Новости Украины. С пожеланием новых побед и крепкого здоровья я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Наши новости всегда можно посмотреть в соцсетях. Берегите себя и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова